Илья, можно еще? Просто очень высоко это бьет. Да, да. Илья, можно еще? Илья, можно еще? У нас снежные взюмки, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. У отца моего, у меня были очень много записок, связанных с блокадой. А у отца даже было несколько объявлений, которые он снимал, которые висели на стенках. Я помню одно даже текст, такое маленькое объявление было написано. «Сделаю граби, почему-то был не граби, а граби за кусок хлеба». Вот такие объявления. Вот это у него все было. Так получилось, что все это мы уничтожили. Он посадили на третьем курсе, когда был в институте, одного очень хорошего скульптора, моего товарища, такой Вася Остапов. И его посадили, потому что он изображал, сказал так, что физкультура тоже может быть идеологическим предметом. Встал на одну руку и сделал фашистский знак. Я этого не видел. Я был старостой курса. Меня вызвали в большой дом рассказывать. Я говорю, ничего не знаю. В общем, вызвали этого Васю. Устроили очную ставку. Я говорю, что он сказал, вот, наконец, я вижу одного приличного человека. Здесь вот я помню. Ну вот. Мы дружили с ним просто. Потом мне сказали, ну, идите в коридор, подумайте. Я сидел в коридоре часа четыре, в темном коридоре. Думал, вспомните, расскажите что-нибудь. Я ничего не вспомнил, потому что я вообще не видел этого. В общем, я пришел домой. И мы с отцом на всякий случай решили, что заберут обязательно. И мы с отцом сожгли вот все, что было о блокаде. И мной написано, и им написано. И вот эти объявления. Ну, в общем, все, 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 что было, все было уничтожено. Вот так вот. Поэтому ничего не осталось. Пашка, а ты когда первый раз ощутила, что блокада началась? Блокада не начиналась. Она сама вошла и не хотела выходить. Вот там, значит, 872 дня она была. Вот это точно я знаю. Даже в пятилининде показывали, что она была. Вот она кончилась в 44-м. Это уже... А в 43-м еще ее прорвали. Это 18-го января. Понимаете? Ее прорвали. Но еще она не прошла. Еще где-то были, да, там, это еще немцы заседали, где-то там прятались. Короче говоря, вот такие дела, да. Вот попало, это, снаряды, вот, почему-то они попали. Вот они откуда летели там. Вот сюда, в этот подъезд, вот в этот подъезд попали снаряды. Но никаких не было, никого не убило. Почему? Не было никого. Днем, днем-то обстрелы там у них, днем, на работе где-то, где-то. А как часто, как часто стреляли? Обстрелы были, сколько? Ой, все время стреляли. А это вот, значит, наш дом. Видите? Моё милое, лёгкое, тощее тело. Разумеется, ты не само захотела Стать как можно послушней, как можно неслышней. Наслаждаться посоленной корочкой лишней, Размекать от стакана горячего чая, Замирать у печурки, бесед не кончая. Даже страшно подумать, какое ты было. Ты валялась в траве, без оглядки любила, От вина и от ветра, хмелела и пела. Золотое моё, незабвенное тело, Только, может, страшнее, а, может, смешнее. Ты дороже мне стала, ты стала нужнее. Разве мог бы я так Чуть сирену заслышу Прижиматься к земле, Подыматься на крышу Через город с бидончиком Топать нелепо, Ждать нелётного неба, Нелёгкого хлеба. Лишь боюсь одного Ежедневно слабее. Вдруг ты выранишь Душу, Что вверил Тебе я. Я буду вести дневник, Хоть мама говорит, Что сейчас не время. Не придётся мне перечитывать его. Перечитает кто-нибудь другой. Узнает, что человек такой был на свете. Я проснулась, Выглянула из-под одеяла, Холодно. И опять с головой закрылась. Но подумала, что надо писать дневник, И встала. Театр как... Как остров какой-то, да? Как конструкция какая-то. Город как театр. И у Льина вдруг мы встречаем этот текст. О том, что... Ленинград как огромная театральная сцена, Где разыгрывается античная трагедия. Глаза архитектора, Это и его текст, И его наброски, Сделанные в Ленинграде блокадным, Как раз говорят о том, Что он пытался Эту скользающую красоту, Которую завтра могло не быть. Мы же не знали, И он не знал. Куда может ещё попасть снаряд? Что может быть уничтожено? И его средства, Карандаш и лист бумаги, да? Он фиксировал это так, как мог. Описывал словами и рисовал. У него была задача очень конкретная. Зафиксировать то, Чего завтра может не быть. Этот портрет сделан в стационаре, Где совместно с Шепелевским Находился Ильин. Ильин был, Мы же маститым признанным, Шепелевский был начинающим. Видимо, там недели две-три Они оба находились в этом стационаре. По сути дела, Вот с такими блокнотиками, Наверное, и ходили. Но это интересно. Многие сюжеты потом встречаются Уже в таких полноценных листах. Вот у него вот это вот Прогулки по Ленинграду, По Петербургу. Да, да, да. И шкарета поехала, да. Вот тут вот Павел побежал. Вот у Ильина это отчетливо, Даже в записках проявляется то, Что город как преобразился, Очистился, Стал совсем другим, Пустым. Рубанчик тоже это подчеркивает В своих записках, Что вот архитектура как бы Стала обнаженной. Архитекторы вообще в начале войны Оказались в ситуации Очень отличной от других Творческих профессий. Для таких как художники, Скульпторы, писатели, Поэты, композиторы. По сути война поменяла тему. А для архитектора Она поменяла всю творческую жизнь. Потому что архитектор должен строить, Он должен что-то создавать. А теперь они должны были это скрывать, Маскировать. И как они писали, Эта архитектура наоборот. Мы с ребятами, С моим классом ехали в футбол 22 июня. И когда на углу Невского и Бродского, Ну, Михайловской улицы, Увидели, стоит народ под репродуктором И слушает выступления Молотова. И мы остановились так, Я-то же помню, играла Ленинградская, Билинская, Динамо должны были играть. И мы остановились, послушали, Ну, услышали, так война началась. Пошли на футбол, Там висело объявление. Матч откладывается на неопределенное время. И мы так как-то неслись довольно спокойно, А вот потом началась такая, Ну, не то что паника, Но растерянность. А мне было 10 лет. И когда я узнала, что это война, Мы были на даче. Я была на куче песка, И я прыгала и кричала, Ура, ура, началась война. Ура, ура, началась война. Вот это первое радостное чувство. Вы скажете, почему? А потому, что если завтра война, Если завтра поход, Будьте сегодня по ходу готовы. Мама была по случаю, Она специально уболилась, Чтобы быть с нами, быть на даче. Ее сразу взяли на оборонные работы. Это было по высшему такому плану командования. Настоящие, хорошие, сотые, землянки, укрепления. Все это потом, к сожалению, досталось немцам. Ну, а мы продолжали жить на даче. Пока было ничего, не страшного вроде бы. Единственное, что шли бесконечно, бесконечно. Шли эвакуация скота, коров. Шли целиком все темно-коричневые. Красивые, красивые такие коровки. Потом шли черно-белые. Потом шли бежевые. И вот вначале все дачники бежали. Так дешево молоко, так хорошо, так все радовались. Потом его уже не очень радовались. Дачники ушли. Последний был ужас. Шли коровы измученные. Их уже не могли доить. Не было водопоя. Они просто плакали. Шли в ужасном состоянии. Вот это у меня осталось. Первое впечатление ужаса. Коровы. Коровы плакали. Они шли и плакали. Значит, какое-то дикое несчастье нависло над нами. Конечно же, немцы хотели город взять изначально в течение шести недель. Максимум семи. Потом в связи с обороной города, героической, все эти планы сдвигались. И в конце концов, уже 28 августа 1941 года, Верховная командование сухопотных войск приняло приказ о блокировании Ленинграда. Первый пункт. Продолжить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требования о капитуляции не выдвигать. Пункт второй. Для того, чтобы избежать больших потерь в живой силе, при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города, как последнего центра красного сопротивления на Балтике, запрещается наступать на город силами пехоты. После подавления сил ПВО истребительной авиации противника подлежат разрушению водопровод, склады, электростанции, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне. Военные объекты и вооруженные силы противника подлежат уничтожению артиллерийским огнем. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия. Все доминанты были отлично видны с побережья Финского залива. Они просматривались в хороший дальномер или в стереотрубу. И для немцев любое подобное достаточно высокое здание, как собор Петра и Павла или труба завода, являлась важнейшим средством привязки. То есть с помощью метода триангуляции они могли определить расстояние до любого объекта. Им главное, нужно было привязаться по карте, что они видят. Первые обстрелы города начинаются с сентября 41-го. Уже существует вполне четкое распоряжение о том, что огонь артиллерии должен разрушить город. В начале войны, когда фашисты обложили город блокадой, стали обстреливать. Уже в начале сентября, 4-го, 6-го сентября пошли первые обстрелы и бомбежки. И стала задача убирать, либо как-то маскировать доминанты, сверкающие золотом. Это шпили Петра Павловки, инженерного замка, адмиралтейства, купола Исаакерского собора, Николы Лумарского, Боегавренского собора, других соборов. Было у военных требование снести, буквально снести эти доминанты. И город мог лишиться этого всего, если бы не активность Белихова Николая Николаевича, который возглавлял инспекцию по охране памятников. Конечно, это было время, когда даже трудно было себе представить, что люди могут этим заниматься, а не просто думать о том, чтобы выжить. Николай Николаевич был человек бесстрашный. Себя он не жалел. Он как-то в Кронштадте, когда он служил там, он выступал против слома вот этого Андреевского собора. Причем на какое-то количество дней он даже оказался там в тюрьме. Уж я не знаю там, как это получилось. Но, во всяком случае, потом его довольно быстро освободили, потому что никаких там, видимо, противоправных действий он не совершал. Был тогда главным архитектором Баранов города. И Баранов организовал всех архитекторов, наиболее деятельных таких, которые могли бы что-то сделать, такую группу, которым было поручено по всему городу сделать комфляж всех важных точек. Безусловно, значит, Баранов Николай Варфоломей – человек исключительно волевой. Исключительно волевой, исключительно властный, который не терпел возражений. Вот так вот, и быть посему, и все. В годы войны Александр Иванович Наумов был заместителем главного архитектора города и заместителем службы маскировки, военной службы. Оставаясь при этом гражданским человеком. Под руководством главного архитектора города Баранова и совместно с коллективом коллег, все время находясь во время блокады в Ленинграде, он занимался стратегическими разработками по маскировке. Из-под его пера вышли планы маскировки металлостроя, водонапорной станции, вместе с другими архитекторами. Они жили и работали круглосуточно, находясь в подвале здания Назодчего Росси в архитектурно-проектировочном управлении тогдашнем. И так продолжалось до конца блокады. Это первый этаж. Приблизительно вот там, где мы находимся, только вот на два этажа ниже, вот с видом на училище балетное, которое там находилось и так, да. 300 архитекторов было подключено на то, чтобы создавать всяческие проекты оборудования пожарными пунктами, чердаков, зданий. Были организованы обмеры памятников, надгробий. Во время войны, во время блокады проводились конкурсы даже на лучший плакат, лучший лубок даже, лучший проект оформления триумфальных арок для того, чтобы встречать победителей, потому что все думали и верили в победу. Еще тогда живший Островом его Лебедева, с которым был знаком Яков Рубанчик, она встретила его, по-моему, в доме архитекторов или где-то. Это был просто ходячий труп. И тем не менее, те люди, которые находили в себе силы заниматься чем-то, да, и занимались активно, они, в общем-то, и выжили. Несмотря на все блокадные ужасы, вы, наверное, наслышаны об этом, что творческая жизнь, она тут не прекращалась. Люди устраивали конкурсы, в том числе и конкурсы живописных и графических работ. Ну и поскольку мама неплохо рисовала и писала, вот она поучаствовала в выставке, и под это дело ее приняли в Союз архитекторов. В конец 42-го года что-то уже так, значит, Баранову Николаю Варфоломеевичу, вот думаю, что и Наумов в этом принимал участие, и Игорь Иванович Фомин добились от руководства города, чтобы членам Союза архитекторов присваивалась рабочая карточка. А рабочая карточка – это был вариант выживания. Понятное дело, это уже были не 125 блокадных грамм, а несколько больше. Два человека – это Николай Варфоломеевич Баранов и Николай Николаевич Белехов, благодаря которым эти архитектурные силы остались в городе. Вот это люди, которые смогли доказать, что архитекторы, инженеры, специалисты в области охраны памятников, они нужны в том числе для оборонной работы, прежде всего для оборонной работы. Учитывались разведочные полеты, которые осуществлялись и в условиях начавшейся войны и блокады. Причем в некоторых случаях применялись не только самолеты, а и специальные привезные воздушные шары, на которых размещалась оптика. Уже в 1940 году было поручение составить проекты маскировки отдельных стратегических объектов, отдельных районов и города в целом. К началу войны Борис Смирнов работал в Государственном оптическом институте, где занимался проблемами оптики и дизайна оптических приборов. Он не ушел на фронт, потому что был как бы бронированным специалистом. Началась страшная зима 1941-1942 года, и Смирнов в полном истощении с диагнозом элементарной дистрофии попал в стационар в конце декабря 1941 года. Это, наверное, спасло ему жизнь. И к началу весны он был привлечен в маскировочную лабораторию Балтийского флота, которая была создана при штабе, основываясь на его профессиональных качествах. То есть он был художником, архитектором, имел опыт театральной работы, имел опыт инженерных расчетных каких-то специфик. Он проштудировал все издания советские на тот момент, которые были по маскировке. Плюс он перелопатил всю зарубежную литературу, военную и невоенную, связанную и с маскировкой, и с камуфляжем, и с мимикрией в природе, да? Потому что это все взаимосвязанные такие вещи. По материалам видно, что там вырезки из каких-то, начиная с энциклопедии, театральные вещи, там какие-то вырезки, там каких-то журналов, пантомимы. Выписывались и переводились зарубежные журналы, американские, европейские, изучался опыт Италии, Германии, Испании. Безусловно, эти наработки очень пригодились в первые дни войны. 23 июня 1941 года в Верховной партии в Смольном было проведено первое совещание, где говорилось, каким образом в Ленинграде должен быть реализован указ президента Верховного Совета о военном положении, и, в частности, применительно к защите города от возможных обстрелов, бомбежек. Необходимо максимально быстро заняться сооружением маскировочных сетей. Необходимо демонтировать строительные леса, которые находились около Зимнего дворца. 23 июня в понедельник собирались красить фасад. Заместитель председателя Ленгросполкома Шаховцов на этом совещании сказал, что любая зажигательная бомба может привести к огромной трагедии. Зимний дворец может сгореть, поэтому эти леса нужно срочно демонтировать и как можно быстрее самые ценные вещи переместить в подвал, что, собственно говоря, и было сделано не только в отношении Эрмитажа, но и других музеев. В Ленинграде была создана очень серьезная комиссия по закрытию памятников. Было закрыто более 500 памятников, стоявших на открытых пространствах. Маскировка собора началась с первых дней войны, когда было приказано окна заложить кирпичом и многослойными деревянными щитами. А все золото на куполах было закрашено серой масляной краской. Четыре бригады альпинистов в течение двух недель практически, спускаясь на деревянных площадочках, ручную с помощью кисточек и ведер с краской закрасили все купола. По приказу Совета обороны примерно 120 тысяч экспонатов сюда было привезено. Не думали, конечно, что здесь будут жить люди. Когда началась блокада, в Ленинграде не было свободных мест в принципе. Поэтому пришлось 72 человека поселить вот в этот подвал. Это была темная, холодная, сырая каменная пещера, на полу которой стояли непросыхающие лужи глубиной иногда до 5-7 сантиметров. А в подвале стоял туман. Исааки – это, собственно, символ города всегда был. И в мирное время, и в военное время особенно. И, собственно, то, что тут такая шла жизнь по спасению духовных ценностей, художественных ценностей, это тоже, так сказать, говорит о многом. Потому что, наверное, можно было еще какие-то подвалы найти. Но то, что вот в Исаакии было это все сосредоточено, это тоже очень важно. Хотя тоже там было очень трудно хранить, скажем, ткани, дерево и прочее, прочее. И вот эти обессиленные люди, они перебирали вещи, в хорошую погоду выносили, потом опять выносили. Это какая-то чудовищная работа была. Это были и Пушкина, и Петергов, и Павловск, и Гатчина. Последние экспонаты, вот Вейс и Зеленова, они принесли ночью уже в день, когда была сомкнута блокада вокруг города. И когда они сидели у себя во дворце, и у них горел свет на первом этаже в каком-то помещении, подъехал советский мотоциклист, значит, обругал их и говорит, немцы на три километра уже ближе к городу, чем вы. А вы тут сидите, значит, непонятно, чем занимаетесь. И ночью пришлось идти. Ну, они знали тропинки. Немцы же, они наступали колоннами. Вот они между этими колоннами со стороны Ижорского завода прошли и принесли последние какие-то экспонаты, которые им хотелось сохранить. Муж маминой сестры, он жил с семьей в Петродворце, в Старом Петергофе, а ходил на работу в свое депо паровозное. И вот он 15-го числа, с сентября, как бы уже когда блокад начался, вышел, вышел на железный путь ехать в Ленинград к себе на работу. А ему говорят, а поезда не ходят. Он вырогулся, конечно, что такое. Бардак, он сказал. Дошел куда? В Новый Петергоф. Там все-таки, подумайте, более крупная станция. Дошел, а ему говорят, а поезда не ходят на Ленинград. И тут он уже вообще сказал, что это вообще бардак из бардака. Как это? Ну, пошел в Стрельну, и в Стрельне не ходит. На трамвайчике доехал, добрался. Отработал смену. Пошел вечером куда? Ехал к семье, конечно, к сюда. В этот самый Петергоф. А ему говорят, Петергоф, Старый Петергоф у немцев. Ну, новый. Там пять километров, думаю, дойду как-то, переберусь как-то. Новый, новый у немцев. А Стрельно? Стрельно у немцев. Все оказалось у немцев. За сколько? За вот эти 25 километров, за один день всего. Вот с такой стремительностью они неслись. То есть, это было что-то, ну, как, знаете, лава из безумия, там, как они, неслись вот так невероятно. Территория СССР была разделена на три основные зоны, и что касается Ленинграда, он относился к лесной зоне, где не планировалось неснабжение городского населения, неснабжение сельского. Население в любом случае обрекается на смерть. В большей или меньшей степени. Считалось, что до всего северо-запада достаточно 10% населения русского. Или любого другого. Все остальное любым способом уничтожено. Задание историческое. С ним связаны многие события нашей истории военной, истории России. Когда император выходил на балкон, с одной стороны штаб гвардейского корпуса, с другой стороны адмиратейство, а здесь главный штаб. Здесь служили многие известные люди, военачальники. Оборона Ленинграда – это очень сложная, многоплановая работа, деятельность, которая ввелась и предварительно, и уже в ходе, после начала Великой Отечественной войны. Смольный был прекрасно замаскирован. С одной стороны были маскированы сети под углом, чтобы изменить конфигурацию известного здания, комплекса здания. Чтобы излученной реки было, скажем так, проведено, установлено русло, визуально русло реки, искусственное. Установили платы, к примеру, меняли конфигурацию зданий. На этих пропеллеях установили ферму. На эту ферму повесили материал, который имитировал вот эти колонны, которые на Смольном самом. А этот проход к Смольному закрыли искусственными масками маскировочными. Это рыболовецкие сети, на которых были прикреплены пятна из материала, окрашенные под вид растительности. А на саму крышу Смольного тоже покрыли искусственной маской. Поскольку это вынесли фасад сюда, то тут стоял памятник. И десять раз бомбили немцы именно вот эту площадь. По Смольному ударов не было. По радио все время говорили город-крепость. Укрепите город. Укрепите город, где только можно. Мы на Васильевском острове в академии жили. Поэтому все первые этажи, включая кадетский корпус, были забиты песком, досками. И только амбразуры оставлены. Для чего? Для пулеметов. То есть уже рассчитывали, что в город придут немцы. И придется обороняться прямо вот так, здесь, рядом, на площади. И так и сообщали в газетах. Город-крепость. Сделать город-крепость, делать город-недоступным. Каждый дом, каждую улицу превратить в крепость, недоступную врагу. Меня отправили оттуда с призывного пункта на 75-ю артиллерийскую базу. Там не было казармы. Меня отпускали каждый вечер домой, чтобы я ночью спал. И вот, возвращаясь домой каждый вечер, я видел, как маскируют город. Вот я уже видел маскировку там. Заводы обтягивали какими-то сетками, потом какие-то делали такие, знаете, раскрашивали в желтые, в зеленые цвета какие-то здания, чтобы видно было. Очень много заводов по дороге домой я видел, как это было. За основу был взят принцип объемной маскировки, когда отдельные районы, отдельные здания, отдельные территории превращались в жилую застройку, в ложные объекты стратегические, в какие-то зеленые массивы. Но, тем не менее, на ряде объектов ввиду отсутствия и специалистов, и средств, и времени, приходилось ограничиваться исключительно живописными средствами, когда просто какие-то отдельные элементы рисовались, например, на крыше или на асфальте. Недостаточно было один раз и навсегда замаскировать какой-то объект. Если закрашивался купол, то он закрашивался. А если надо было преобразовать какой-то район, как, например, Смольный или нефсебазу под какой-то зеленый массив, то необходимо было учитывать, что все-таки лето закончится, наступит осень, а потом зима. Соответственно, надо было менять окраску и способ оформления этих самых маскировочных сетей и сооружений. Это кабинет Игоря Георгиевича Ильвейна. Он здесь работал, но в период блокады в самые тяжелые месяцы комната была заколочена, как и часто бывает. Все сошлись в одной вот в той комнате, все окна были заколочены, была, естественно, буржуйка, и та комната была выбрана потому, что над ней проезд, и следственно, должно быть утепление. Тут, видите, все связано как раз с маскировкой. Это вот как раз убирают коней. Видите, вот их специально их переставляли, их в бок перекатывали, потом вниз спускали. Ровно через сто лет, к 24-й годовщине октября, кони Клодта, упираясь, съехали с насиженных пьедесталов, но уже сам по себе, не особенно нам не хотели. Они были сняты с постамента Санечкова моста и закопаны в саду Дворца пионеров в конце ноября 41-го года. Кстати говоря, вскоре по этому мосту был нанесен бомбовый удар, и ясно, что они были уничтожены. Для маскировки нужны планы вокзалов. Для планы вокзалов нужны соответствующие допуски. Они затягиваются день, два, неделя, нет, и в конце концов Игорь Георгиевич поворачивается где-то в кабинете большого начальства, говорит, я без вас обойдусь и уходит. Окрик с требованием вернуться. Говорит, как это вы без нас обойдетесь? У вас что, за документы тайные? Он говорит, да, конечно, у меня дома все есть. Есть книга Барановского, есть книга немецкие издания по вокзалам, там все планы наших вокзалов есть, дореволюционные есть, там Флетчер, и он перечисляет им число изданий, с которых он возьмет всю информацию достаточную для него, которая, конечно, есть и у немцев. Весь город был отснят. Игоря Георгиевича периодически приводили во всей отделенной милиции как шпионов. у него лицо, борода там очень нехарактерные. И поэтому в особенности молодежь сразу его окружала, ловила, приводила. Ну, раза два-три. Его уже знали. Он на тот период был в главном стране специалистом по железнодорожным вокзалам, кроме того, что архитектор. Как я понимаю, по-варшавскому там чуть ли не действительно дополнительная конструкция, которая как бы перемещала, ну, создавала параллельный вокзал. А этот, наоборот, маскировался в цвет зелени, дорог и прочего. Варшавские и Балтийские вокзалы. Вот это я помню, что шёл разговор о том, что сверху создавалась как бы картина некой другой застройки или чего-то непонятного. И даже если, как он говорил, лётчик знает всё, пока летит высоко, когда пикирует, он уже теряется и ничего не видит. Тебе надо же привязаться к карте то-сё. По тебе стреляют со всех сторон, тебе главное бомбы сбросить. И ты уже по месту ориентируешься, а место уже немножко не соответствует карте. То есть они именно создавали некую параллельную реальность рядышком с мещом. На борту корабля рисовались геометрические разные формы, которые разбивали силуэт корабля на разные части и складывалось впечатление, что это не единый объект, а какие-то части чего-то. Например, с крейсером Октябрьской эволюции на палубе был построен целый город. Иногда, например, корабль ставился на берегу Невы, допустим, и рисовались там большие полосы на ближайших домах, на набережной, и они продолжались на корабль. И таким образом тоже создавалось впечатление, что это какой-то цельный объект или разбитые вещи. Нужно было перевезти подводную лодку с Ладожского озера в Ленинград. Ее везли по железной дороге, на нее сверху были поставлены щиты, на которые сверху были положены железнодорожные рельсы со шпалами. И сверху создавалось впечатление, что вот идет просто паровоз по рельсам и за ним рельсы. Зимой, когда нужно было транспортировать воинские какие-то подразделения или технику, немцы активно бомбили, и лед на Финском заливе был разломан. И корабли маскировались тоже, делались рисунки разбитого льда, и сверху это выглядело с самолета как единое целое. Все неузнаваемо заросло крапивой и дуанчиками, колючая проволока у Соловьевского сквера из гранита набережных Дзоты. Сфинксы зашиты футлярами. Набережная Красного флота замаскирована Б. Смирновым до неузнаваемости. Обращена, видимо, в руины или в фон для военных кораблей. Зенитки торчат из-под стенок. Парапеты исписаны боевыми и гневными призывами против врага. Светильники у Сфинксов сняты. Куб вывернут баркой. Специально разрабатывались красочные составы, которые имитировали разное состояние кровель, разные способы покрытия кровель, то есть это кровля металлическая или это рубероид, например, разные виды зелени. Самые большие проблемы, как это ни странно, вызывала имитация белого цвета. И вот, как вспоминали специалисты, вначале решили красить свинцовыми белилами, а потом поняли, что при использовании специальной оптики свинцовые белила становятся черными, и это наоборот демаскирует объект. Поэтому занимались разработкой рецептуры белых красок. Очень интересные методики были по маскировке мостов. В начале войны пробовали использовать специальные корыта, которые устанавливались на мостах, и заливалась вода. И сверху казалось, что моста нет, просто вода. Но была проблема с тем, что сам-то мост все равно отбрасывал тень. С этим пытались бороться прожекторами, но это было очень неудобно. Вот тогда стали уже маскировать их под руины, под разрушенные мосты. Мы находимся на том месте, где вначале планировали разместить аэродром для истребительной авиации. И вот на этом месте было предложение уже, которое согласовывалось с Москвой, со Сталиным, чтобы снести вот этот Александрийский столб. И чтобы здесь авиация могла садиться и взлетать. Но Москва не дала разрешения и пришлось аэродромы перенести в сторону Сосновки, Сосновского парка и в сторону Гражданки. Тогда просто было принято решение взять в леса Александрийский столб и его замаскировать. Вот это блестящее покрытие, церковь, то есть купола, вот эти, и немцы ориентировались по ним, для того, чтобы поражать другие объекты. Поэтому надо было на фоне нашего неба или покрасить, или закрыть чехла. Вот эти вот шпили. А Петропавловке было просто покрашено. А вот здесь метод позолоты такой, листами просто, оно просто испортится. Поэтому там красили, а здесь ставили чехол. Он весил 500 килограмм. Очень тяжелый был. Но тем не менее пришлось его поднимать. Сначала вообще не знали, что сделать. Была установка уже разбираться с этим вопросом, либо будут сноситься эти доминанты, и вот именно Наталья Михайловна Уствольская, архитектор, она еще совсем юная была, перед войной она занималась в секции альпинизма и придумала, значит, давайте обратимся к альпинистам. Она это рассказала Белихову. Через некоторое время он пришел и сказал, снимаю вас со всех работ, занимайтесь альпинистами. Пригласили альпинистов, с которыми уже были знакомы, это Фирсова, Земба, потом подключился Бобров Михаил Михайлович. Зима удивительно была, тяжелая, просто тяжелая. Морозы под 40 были тогда, да. Ну и решили мы где-то себе устроить там ночлег. Вот долго думали, ходили, ходили там по разбитым домам, смотрели, а потом решили прямо вот где-то захоронен значит сын Петропетрова Алексей. Вот тут при входе в собор тащили матрас из соседнего дома, положили, сделали дверь, заколотили, обили войлоком, ну все, поставили буржуечку, печку, ну и все нормально. Походили на маскировку. Самое трудное было забраться, это вот мне рассказывал Михаил Михайлович, перебраться вот через шар, который наверху и там закрепить какие-то крюки или что-то там у них требовалось для того, чтобы подвесить чехлы, ведь это все закрывалось холстом, вот, это было очень трудно. И потом они, как мне кажется, они, по-моему, использовали аэростат. То есть они смогли как-то зацепиться за верхнюю часть и тогда они смогли уже подняться наверх и потом уже цеплять к основе вот все эти холсты, которые были шиты специально. субтитры субтитры и субтитры На соборе Но дело в том, что это не один раз Такая была трясучка Вы понимаете, во-первых Рассчитан был собор на дикие Ветры На страшный шторм Однажды Во время блокады их посетил Митрополит Ленинградский Алексей Будущий патриарх Алексей Первый, Семанский И принес им селедки Голодные ребята там были Вот он угостил их Трудно себе представить, как можно Замаскировать то, что Всем хорошо видно Оказывается, можно Против Ленинграда Основной способ ведения войны Это голод Это уничтожение линий коммуникаций Специально перед собой Задача уничтожить Памятники Перед собой не ставили Нет ни одного документа, который Об этом свидетельствовал Ну и мы знаем, что Немецкая разведка И при помощи Аэрофотосъемки При помощи Агентуры При помощи, самое главное Допросов Военнопленных И перебежчиков Всегда корректировала Основные цели Где находятся Работающие предприятия Где находятся Работающие электростанции Где находятся Хлебозаводы Склады и так далее И вот На соответствующие карты Эти объекты наносились И по этим квадратам Наносились удары Город Расположенный Таким образом Как Ленинград Замаскировать Невозможно Его можно Частично Замаскировать Только В случае Если налеты Идут в основном Ночь Если они идут Днем Если у противника Есть подробные планы Если артиллерийские Обстрелы Идут днем И у противника Опять-таки Есть карты Планы Аэрофотосъемки И вот подобные Панорамы Замаскировать Нереально Потому что Артиллерист Все равно Стреляет по карте Вот у него Есть квадрат На карте Он математически Это рассчитывает Надо иметь в виду Что наряду Со светомаскировкой Очень большую роль В обеспечении Безопасности города Прежде всего От воздушных нарядов Выграли силы МПВО Они заставляли немцев Все-таки летать Достаточно высоко И немцы Бомбили Либо с больших высот Либо ночью И соответственно Вот ориентиры Для нанесения Бомбовых ударов Ориентиров У них не было Поэтому Точность бомбометания Она была Не очень высокой Вообще Зенитчики Это Удивительные люди Которые Собственно говоря Спасли весь город Они располагались По периметру Петропавловской крепости По Зайчьему острову Зенитчики были На стрелке Васильевского Зенитчики были Против восточного Факультета Университета Там девочки Кстати были Зенитчики Девочки Были И на том берегу На Сенатской площади На Марсовом поле И когда начинались Налеты Фашистских самолетов На город В общем Здесь включалась Не только Корабельная артиллерия Вот и вся Эта зенитная артиллерия Которая стояла В этих местах Били бы Как по урабьям По ним Работа по маскировке Она не была Бесполезной Кировский завод Он продолжал работать Он находился Достаточно близко От линии фронта Но он был Хорошо Замаскирован И Вот Функцию свою По крайней мере Как ремонтной базы Он выполнял В течение Всего времени Пока у него была Возможность это делать Пока было электричество Ну соответственно Там до Конца ноября 41-го года Если бы они заняли Полковские высоты Ситуация была бы Просто критическая То есть это было бы Море огня Обрушиваемо По определенным рубежам Привязка здесь Не так важна Немцы все равно Стреляли по площадям Потому что С расстояния Больше 10-15 километров Точка прицеливания Даже если она ляжет На такую крупную цель Как Исаакиевский собор Просто элементарно Попасть одним снарядом Даже в такое крупное здание Это потребует Неских сот выстрелов То есть Все равно Стрельба идет неприцельно По квадратам Часто без наблюдения Результатов Например Как это было Осенью 41-го года Сыграло еще Очень важную роль То, что В сентябре Началась Первая попытка Прорыва блокады Для судьбы города Она оказалась Одной из решающих Если бы Этой попытки не было То Скорее всего Ленинград бы Выбер Еще мы Под Новый год Получили рабочие карточки Получилось Совершенно неожиданно На шпиль Приехала Группа Неизвестных людей Кто они такие Что такое Они Приехали Сопровождающими Какими-то военными И сами То ли Были военные Значит Шапки Эти Каракули И все Зеленого цвета Такое Польто Что ли Шинели Полушины Оказалось Что Руководство Нашего города Они Наблюдали В сторону Финского залива Туда Где порт Подъемные краны И когда мы Спускались Мы встретились С ними В районе Часового механизма Совершенно Случайно Ну и вот Какой-то Высокий Мужчина Значит Спрашивает Нас Как еще Долго Будете Наскировать Все это Вот этот Шпиль Мы говорим Что двигаемся Потихонечку Речь идет Кто-то Сказал Что Карточки Наверное Две Или три Рабочие Получались А вы Сответали Нет Мы Получаем Одну Карточку Нерабочих Значит А вы Там Стоял Какой-то Молодой Человек Все записывал Вот И на Следующий День Из рук Этого Высокого Человека Получили Рабочие Карточки Это Оказался Кузнецов Ну Вот так Были Архитекторы Которые Устраивались Шоферами Работали В госпиталях И вот Эта Возможность Устроить Их На Эту Работу Где Они Могли Во-первых Раскрыться И Принести Колоссальную Пользу Городу А с Другой Стороны Просто Элементарно Получать Рабочую Карточку И Например Вот так Николай Николаевич Очень Помог Льву Александровичу Ильину Бывшему Главному Архитектору Города Которого Именно Николай Николаевич Привлек К работе По Охране Памятников В частности К обмерам У нас Сохранились Обмерные Чертежи Льва Александрович Обмерялись Здания Изготавливались Так называемые Краки Черновые Обмеры А вот Уже Ватманы В туши Это все Вычерчивалось Безусловно В условиях Мастерских И вот Что касается Работы На самом Объекте Это была Очень Сложная Работа И Была Очень Большая Смертность Среди Тех Кто Занимался Работа Когда люди Практически Целый день Находились На объекте Имея Самые Минимальные Технические Средства Могли быть Какие-то Люльки Подвесы И По сути Они проводили Целый день Без движения Собственно Все движение Это работа Карандашом Линейкой Отвесом И при этом Часто им Приходилось Работать В условиях Очень сильного Холода И вот Те кто Занимался Обмерами Например Костел Святой Екатерина На Неском Проспекте Писали о том Что Внутри Было холоднее Чем на улице Работа Кажущаяся Такой Творческой На самом деле Была крайне Тяжелой Опасной И смертельно Опасной В инспекции Ведь там Были бригады Которые Обследовали Дома Разрушенные И главная Задача Это была Фиксация То есть Восстанавливать Конечно Во время войны Не восстанавливали Это все Стало позже А Для фиксации Выделялись Специальные Бригады Которые Проводили Обмеры Зарисовывали Разрушения Вот руководил Тогда Он по-моему Был академик Ильин 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 Так сказать Фигура В этом плане Трагическая Потому что он был Человек Не такой уж И старый Вот И был Вполне Заслуженный Так сказать Во всех отношениях Хотя В 38-м году Его сняли Вот Но это было Уже Так сказать Событие Того времени 38-й год Понятное дело Как комсомольскую Молодежь На замену Старых спецов Вот Ну надо сказать Что к чести И Баранова И Наумова Они ни в коем случае Значит Ильина Не преследовали И Ильину Как все-таки Он был Очень большой человек Предлагали уехать Он отказывался И когда Спросили его Почему Отец Он сказал Ну вы знаете Если вот На тот берег Плыть Не вы Лед был Надо плыть И там счастье Вы не поплывете Но он Видимо Как бы Внутренне Не хотел уезжать Война Трагическое Событие Но она Сорганизовала И мобилизовала Людей На более рациональное Да Точно Когда они Вынуждены Существовать В таких тяжелых обстоятельствах Забывали О личных дрязгах О каких-то Иных присущих Мирного времени Деталях Что создавало В том числе Эту пирамиду И ту систему Которая затем Была реализована В мирные годы А кстати У вас Может быть Семейные предания Фотографии Какие-то документы Что-то сохранилось От Времени Блокады Ну Какие-то Фрагменты Совершенно Вдруг Оказывается Сохранился Дневник Деда Значит 42-го года А есть Официальная Книжка А там уже Многое Оттуда же Но конечно Уже Причёса Такое Специально Для Массового Читателя У меня тут В коридоре Остатки Выставки Которая У нас Союз Архитекторов Была В девятом Году К столетию Деда Что делать Главному Архитектору В городе Когда Идет Война Очень Много Работы И плюс К этому Еще И планы На будущее Которые Потом Стали Реализовываться Получилось Так Что блокада И Вот это Деструктивное Все Время Которое Приносило Разрушение Оно Оказалось В чем-то Созидательным Потому что Вопреки этому Люди Работали И получился Вот такой Коллектив Архитекторов Слаженный Они все Потом После войны Продолжали Заниматься Городом Мы знаем Судьбы Огромного Количества Городов И не только И не столько Тех Те понятная Была ситуация Связана С тотальными Разрушениями Но которые Просто существовали Во время И после И они Не сохранились За редкими Исключениями Каких-то Памятников Но так Чтобы В ситуации Ленинграда И Петербурга Мы имеем Весь ансамбль Единый Удивительный Это Конечно Колоссальная Заслуга Всех тех Кто Работал Конечно Конечно Игорь Негода А госпиталь наш размещался в здании военно-воздушной академии. Большая сетка была над госпиталем. И вообще на всех госпиталях были сетки маскировочные. И отправляли некоторых раненых на большую землю самолетами. Ну вот я два раза, помню, отправляла. После оттуда с аэродрома уходила пешком через весь город. Ну, страшно было, конечно. Вот когда идешь по Невскому, то гостиный двор весь был в черном. И все время какой-то дым выходил из него. Черный был, а горелый весь был. А так все было закрыто мешками с песком. Потом обито досками все эти стекла. И почти что никого не встретишь. Самое страшное количество этих зажигательных бомб было осень 1941 года. То есть все горело наверху. Попадали на крышу, с крыши на чердак и так далее. И поэтому мы вот даже такие маленькие дети, мы все дежурили на крыше, но не на самой крыше, а на чердаке. А у нас были щипцы, мы брали эти шипящие, они так шипели зажигательные бомбы и кидали их в щан с песком. А потом мы расписывались еще к концу дня, мы расписывались, сколько мы этих бомб, значит, потушили. Мы сообщали, когда воздушная тревога, воздушная тревога, вот. Люди бежали в бомбоубежище с маленькими детьми, там старики в бомбоубежище шли. А мы дежурили на чердаках, на крыше. Никакой организации не было, мы сами по себе просто собирались и сидели на крыше или на чердаке, когда бомбят. Вот. Смотрели, где что горит, чтобы тушить. Вот это наша реликвия, которой мы очень дорожим, потому что это ведомость выдачи карточек сотрудникам ГИОПа и тем специалистам, которые работали в отделе охраны памятников по договору. Николай Николаевич, он как раз очень много писал в различные инстанции и добивался, чтобы тем, кто работал на охране памятников, выделялись рабочие пайки. Он устраивал в стационары. И на самом деле он очень многим архитекторам, по сути, спас жизнь. 31 декабря, с 41-го года, да? Что год грядущий нам готовят. Это Яшиной рукой все написано. Это оригинал есть у нас. И вот здесь, наверное, дурандовая конфета. Пайок, да? Кусок хлеба. Вот. Довоенная бутылка шампанского. Вот. И вот они сидят за столом. Женя, Рая и я встречаем Новый год с шампанским. От начко, от довоенного, и по три ломтика хлеба, и три конфеты, нарезанные на кусочки. Недалеко от него, на Владимирском проспекте, на той стороне, где театр Ленсовета сейчас, нижний этаж был занят, похоронное бюро. Ну, это еще довольно ранее, это сентябрь месяц. То есть только-только это все началось. Так что еще все было по-человечески, хоронили в гробах, соответственно. Май 42-го года, апрель-май. Вот у костела Екатерины, на Невском проспекте, собрались ленинградцы, и вот он немножко иронизирует по этому поводу. Цинготники, скорбушники, дистрофики и так далее принимают солнечные вазы в ванны. В общем, зрелище отвратительное. В январе умирает мать. Они жили на загородном проспекте. Это как они спускают этот гроб из квартиры. Это та вот женщина, которую сопровождали уже в гробу, вот на том рисунке блокадном, который есть в серии у Якова Рубанчика. Мама пошла, представляете, из загородного проспекта, на санках она везла этот гроб на Охтинское кладбище. Привезла этот гроб, и она не знала дальше, что делать. И нашли там пара, муж и жена, которому, говорит, ничего не стоило вообще стукнуть ее лопатой и убить ее, и забрать у нее в сумке, в муфте. Было все, что вообще она могла собрать. Остатки какие-то там, какая-то была цепочка золотая, какая-то, какой-то махорка какая-то, еще что-то. И люди вырыли могилу, и мама настолько замерзла, что она даже не могла расстегнуть молнию этой муфты. И сказала, расстегните и возьмите. И они взяли все, что вот мама сказала, и она оттуда ушла. То есть какие-то были еще моменты во время блокады, какие-то очень благородства, большого благородства людей. Мама ушла из жизни в блокаду. Это был февраль месяц 42-го года. Я не стала. Это был самый морозный. Это был, если бы не зенитчики, которые помогли, вот и с гробом, и с машиной, чтобы отлет везти ее. Конечно, картина неприятная была из этих пухорня. Во-первых, тогда стекались ручейками, знаете, так сказать, люди тащили санночки, в общем, все это. Кто на тележках, кто на санках для трубы. Копать землю было невозможно, она же промерзла. Все подрывали, там подрывники. Ну и вот. Вначале думали, что обстрел. Мы приехали, указали место, где захоронить. Стали хоронить, когда женщина подбежала. Вот упала на колени, просила подхоронить сына. Вот и мое. Можно передать чувство, которое испытывает человек, когда он, скажем, идет в атаку, или попадает под бомбежку. Я сколько раз был под бомбежкой. Я знаю, как это описать. А вот описать, что человек чувствует, голодающий, умирающий от голода, совершенно невозможно. Помню, что шел как-то передо мной, шел зима, это 41-й тоже был, наверное, шел какой-то человек такой закутанный. Все ходили закутанные, страшные. И потом шел, шел, и присел где-то около стеночки. Я хотел его поднять, то он не поднимается как-то. Я ушел, а назад шел, он уже был мертвый, засыпанный снегом. Ну, мы с сестрой жили вдвоем, родители умерли в блокаду. Сначала отец в декабре мы встретили Новый год, и буквально на следующий день, 24-го там, в декабре, он умер накануне. А потом мама через месяц или два. Вообще смерть от голода очень страшная, невероятно страшная. Дело в том, что человек все понимает, понимаете, все понимает, ну и ничего сделать не может. Она все готовила нас, вот в частности меня, особенно, поскольку я младше была, сестра постарше. Как тебя держать, как делать? Иногда такие переживания разделяют людей, а иногда сближают. Вот, у нас был тот случай, когда сблизить. Ну, вообще, сестра до того дошла, что, значит, она, когда мама умерла, она решила ее не хоронить. Она дома положила на стол и приходила вечером с работы и сидела и говорила. Архитектор Ильин погиб при арт-обстреле. Был ранен, смертельно ранен. И по адресу, где он жил, было найдено 10 ученических тетрадей. И вот этот момент, вот такая вот сухая справка, да, такая, она так в меня попала, так выстрелила. То есть он шел весь этот путь, он шел, не прячась, не избегая, понимая, что может это произойти в любую минуту. Столько, сколько ему было отведено, он отдал этому служение. Я, давай мы прогуляемся. Хлеб, 1941 год, 18 июля, инженерно-технический работник, рабочий, 800 грамм, служащий, 600 грамм, нижневенцы и дети, 400 грамм хлеба в день. 2 сентября, 600, 400, остальные 300 грамм. 12 сентября, 500, 300, 250, 200 грамм. 1 октября, 400, остальные 200 грамм. 13 ноября, 300, остальные 150 грамм. 20 ноября, 250, остальные 125 грамм хлеба в день. Потерянные сыновья. Вот знаете, у меня есть хорошая была композиция, в которой собирались немцы сделать памятник. Эта женщина держит на руке, ну не человека, а покрытого, а там никого нету, пустое место, ну вроде так. потерянные сыновья. Когда снимали блокаду, я уже был в этом 8-м дивизионе аэростатов артиллерийского наблюдения. И мы, перед тем, как наступать, в землянках жили около Слиссельбурга, на берегу прямо Невы. А потом началось наступление на нашем участке, на всех участках, видимо, но вы знаете, как интересно, что об этом тоже никто не пишет. На нашем участке немцев не оказалось. Немцы, видимо, узнали, что готовится наступление, и ушли. И поэтому мы спокойно пошли мимо Домги дошли, там остались ночевать, и дальше прошли, заходи, я помню, пошли до Киеви-Себа. А немцев не было вообще. Представляете? Все было заминировано, всюду были написаны Минен, 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 немецкие эти надписи, и фашиные дороги, которые немцы сделали. И мы так проехали без боев. В конце апреля 29-е или 30-е апреля ночью какой-то шум все время, непонятный какой-то шум. И что такое? И мы все думаем, чего это шумнят так по радио? А оказывается, в этот момент шел штурм Берлина. И уже после нескольких дней мы узнаем, что закончилась война. А у нас так много раненых было. Некоторые очень тяжелые ранения были, что невозможно было спасти. Понимаю. Мама. Мама. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, Вспомним, что было и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в линдажах, бился на ладоге, дрался на Волхове, не отступил ни на шаг. Бился на ладоге, дрался на Волхове, не отступил ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной фургой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки подомго. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки подомго. Пусть вместе с нами семья Ленинградская рядом сидит у стола, вспомним, как русская сила солдатская немца затихли, гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца затихли, гнала. Встанем и чопнемся кружками стоя мы братства друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok